здравствуйте на библейском портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы вопросы как по священному писанию так и по духовной жизни и вот сегодня вопрос такой подскажите пожалуйста как научиться смирению видимо человек этот уже не первый день задавший этот вопрос не первый день находится в церкви знает цитаты из священного писания как сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать говорит апостол иаков или пророк исайя говорит а вот на кого я призрю на смиренного и сокрушенного духом натрепещущего пред словом моим ну или хотя бы слова из всем нам хорошо известного 50 псалма сердце сокрушенно и смиренно бог не уничижит в житие антония великого содержится замечательный эпизод когда великому святому господь показал сети дьявола которыми тот опутал весь мир преподобный ужаснулся и вопросил господа кто же сможет избежать этих сетей на что он получил ответ смиренно мудрые избегнут их то есть только люди мудрые смирением смогут и могут избежать сети дьявола которые тот многоразлично и многохитро расставил на всех путях нашей жизни поэтому достичь смирение ну или по крайней мере хоть как-то приближаться к нему является одной из самых главных духовных задач ну по крайней мере после того как человек преодолел грубые грехи ну а которых как бы с которыми и так все понятно значит смирение как добродетель противостоит страстям гордости и тщеславия с которыми действительно бороться наиболее сложно поскольку они являются страстями духовными не плотскими относящимися к телу и не душевными относящимися к области духа вот и поэтому и борьба с ними очень непроста два собственно старинных хорошо известных церкви святоотеческих правила которые я не могу здесь не привести это первое заниматься самоукорением то есть почаще себя укорять в тех или иных указывать самому себе на те проступки на те недостатки на свое несовершенство особенно если она реально воплощается в тех или иных делах но как известно самоукорение не является вполне эффективным средством поскольку человек начинающий укорять себя вполне может начать гордиться и тщеславиться тем как здорово он себя самоукоряет как говорит нам златоуст эти страсти они как треножник который как его не бросить на землю всегда один шип стает к верху одним из этих самых шипов поэтому значит можно гордиться тем что ты смиряешься можно гордиться тем что ты гордишься тем что ты смиря и так далее то есть это бесконечный процесс сколько бы мы не пытались себя себе показывать свое несовершенство каждый следующий виток каждый следующий шаг вновь дает нам повод для гордости поэтому второе очень важное элемент смирение борьбы со страстью гордости тщеславия это терпеть от людей укоризны насмешки поношения и всевозможные их указания на наше несовершенство здесь гораздо сложнее тут нам очень сложно чем-то гордиться фактически единственным серьезным искушением на этом пути является только презрение к этим людям как описано в той же книге ави дорофей как молодой послушник легко переносил укорение и хулы со стороны братья когда тот его спросил как ты так легко это можешь делать когда они как псы лают что мне на них обращать внимание да то есть если вот это исключить и все-таки понимать что люди указывают тебе на твои реальные недостатки это хороший повод опять таки не когда ты их попросила вот в той ситуации когда тебе это будет как можно более неприятно и обидно когда ты готов будешь это терпеть это все-таки понемножечку помогает нам преодолевать нашу гордость ну а для современного городского человека я могу посоветовать три простых правила три простых фразы которые нужно почаще повторять самому себе для того чтобы избавляться от гордыни от чувства своей исключительности от чувства своей уникальности и бесподобности и самодостаточности поэтому первая фраза которую себе можно почаще повторять состоит буквально в следующем говорите самому себе утром на обед и вечером я обыкновенный я простой ничем особенно не отличающийся от других человек это страшный удар по нашей гордыне мы готовы даже признать свою исключительную греховности поэтому так легко читать первое правило смирения а водорофея я хуже всех уж если я в чем-то исключителен то хотя бы в грехах вот это вот чувство исключительности особенно прививаемая нашим обществом с молодых ногтей когда дети собирают портфолио свое начиная с детского сада когда им говорят об их исключительности во всех их аспектах даже если поддерживают вот это их чувство и состояние это первое с чем необходимо бороться в борьбе с гордыней я простой я обычный у меня обычные грехи ничего удивительного от того что я согрешил ничего странного в том что у меня что-то не выходит я обыкновенный я самый плохой нет я самый хороший нет я самый умный нет я самый красивый нет вообще я не самый я обыкновенный а ведь мы как говорит александр сергей пушкин все глядим в наполеоны двуногих тварей миллионы вот вот надо вот это себе осознать что да мы одна из двуногих тварей коих миллионы а по нынешним временам и миллиарды вот я обычный человек ничего особенного во мне нет и поэтому то что со мной происходит тоже в общем обычное ничего уникального ничего прям какого-то особого клинического случая по поводу которого надо созывать консилиум для того чтобы продемонстрировать молодым аспирантам вот какое-то исключительное состояние ничего такого в нас нет второе правило которое необходимо себе же опять почаще повторять для того чтобы стяжать смирение это то что не все мои желания сбудутся вот такая простая вещь побуждает нас с одной стороны не отказываться от желаний поскольку все-таки мы не буддисты которые призваны своим учением к тому чтобы вообще желание не иметь мы должны проще относиться к тому что мы хотим но я сейчас не говорю про сами по себе желание что не будет хорошие плохие даже хорошие даже благие желания наши сбудутся не все можно стремиться к тому чтобы они сбылись но к тому что они не сбываются нужно привыкать относиться спокойно и наконец третья фраза которую себе нужно повторять это мне никто ничего не должен не в том виде как ее часто повторяют в современном мире никто никому ничего не должен это неправильная интерпретация этой фразы а именно мне никто ничего не должен то есть я должен к другим людям относиться не как к тем людям которые окружают меня я такое солнце находящиеся в центре своей системы все остальные вращаются вокруг меня для того чтобы обеспечивать мою жизнь мне должны и родные и близкие и патриарх мне должен и путин мне должен и священник мне должен и дворник мне должны жена должна и муж и дети и теща все мне должны вот так живет современный гордый человек а современный смиренный человек с благодарностью принимает то что дают ему другие люди внутри себя четко понимаешь что они не должны то есть другие люди не должны им чего-то такое давать если вдруг дали то я сейчас не имею ввиду конечно обязанности по работе если вы директор отвечающий за коллектив вы должны требовать с этих людей чтобы они исполняли свои служебные обязанности а вне рамок вот четких договорных обязательств которые заключена жизнь человека необходимо относиться к другим людям так что они вам ничего не должны а вы должны и вот если эти три простых правила я обычный не все мои желания сбудутся и мне никто ничего не должен вы постараетесь постоянно удерживать в уме и сердце то можно сказать что ваша гордыня если и не побеждена окончательно то по крайней мере где-то там уже в таком приглушенном состоянии находится и вы находитесь на правильном пути